мы закончили вашу чистку у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учить для марины мужчина снимается маски и голограммы фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду днк мы приветствуем куратор или учить для марины представьтесь пожалуйста как нам обращаться к вам приветствую и я вас приветствую марину зовите меня солвич солвич приветствую вас уважаемый солвич вы куратор я куратор да меня зовут влад это вера мы сегодня проводили чистку биополя марины по ее просьбе все убрали а было там немало и сейчас у нас осталось 10 вопросов которые марина написала своему куратору будете ли вы так любезно уважаемый солвич ответить на те вопросы которые лучше для ее развития да я постараюсь чтобы мои ответы соответствовали уровню развития ее души благодарю вас с вашего позволения я начинаю с первого вопроса какой главный опыт души у меня в этом воплощении что мне нужно понять в этом опыте это задача твоей души найти смысл и гармонию на планете земля и жить в этой гармонии наполняя свою душу этими энергиями опыт ты поставила сама себе перед воплощение которое ты должна получить это не является только одним словом любовь разочарование горький или сладкий опыт это то чем твоя душа напитывается в течение всей жизни события люди решения реакции которые ты принимаешь и выдаешь самый главный опыт это найти гармонию гармонию внутри себя и с этой гармонии жить каждый день просыпаясь гармонии принимая решения делая любые шаги передвижения ты должна быть в гармонии это твоя основная задача на эту жизнь на планете земля научиться жить в гармонии а не в страхе не в беспокойстве не в постоянном ожидании чего-то плохого научиться гармонии твоя первая задача дальше будут другие цели благодарю благодарю вас уважаемый солнеч второй вопрос на что мне стоит обратить внимание в этом воплощении для ускорения развития моей осознанности как я уже сказал атмосфера которая вокруг тебя создается и тобой тоже обрати внимание на глубину на поступки которые ты делаешь на реакции которые ты выдаешь на огорчение и на негатив внутри себя постарайся искать позитив в людях которые с тобой рядом в ситуации находить смысл и радость в тебе очень много противоречивых сомнений которые остаются в тебе и усугубляют твою каждодневную жизнь тяжелой энергией постарайся мыслить позитивно улыбаться мелочам и как я уже сказал людям вокруг себя благодарю благодарю вас третий вопрос какие таланты скрыты во мне какие мне нужно раскрыть чтобы найти себя в этом земном воплощении тебе скрыто много талантов но как ты видела эти пружины твоего настроения сдавливают и не дают раскрыться и расплескать эти таланты вокруг себя без гармонии эти таланты останутся нераскрытые все что тебе нужно это слушать свое сердце оно всегда тебе подсказывает и говорит что тебе нравится но ты откладываешь это на последний момент живя по привычке и по своим каждодневным реакциям постарайся прислушаться к себе и твой стержень который внутри тебя разовьется будет услышан будет развиваться не только твое интеллектуальное развитие но и душевное они должны быть в гармонии все твои вопросы они приходят к одному ответу тебе нужна гармония внутри себя в первую очередь чтобы стать на путь гармоничного развития благодарю благодарю вас уважаемый солович четвертый вопрос расскажи пожалуйста о прошлом воплощении на земле где я жила когда это было кем я была и какой опыт получила который влияет на эту жизнь хорошо это была англия тысяча семьсот тридцать второй год ты была женщиной поваром тебя были дети трое не особо ты о них заботилась больше заботилась о наживе как подороже продать сваренные тобою харчи это была таверна которую ты держала со своим мужем детей ты заставляла работать с детства употребляла алкоголь и была жадной на монеты очень много злилась хоть и жила в достатке боялась потратить каждую копейку как это воплощение отразилось на сегодняшнюю жизнь один из твоих детей в этой жизни стал твоей матерью я ответил на этот вопрос благодарю я благодарю вас уважаемый солдат пятый вопрос для какого опыта или урока пришла душа моей дочери ко мне и чем я как мама могу ей помочь как мама ты должна быть в гармонии и позитиве чтобы помочь своим опытом своему ребенку сколько бы ты не говорила ребенку ребенок будет делать то что он видит как ты себя ведешь такую манеру поведения будет выбирать ребенок так что первое что тебе нужно сделать это на найти гармонию внутри себя и доброту по отношению к себе и к своему ребенку я уже говорил про окружающих тебя благодарю и мы опять вернемся к окружающим ее 6 вопрос мы уже эту тему задели сложные отношения с мамой какой урок я прохожу со своей мамой здесь обиды много обиды зафиксированные прошлой жизни урок доброты ты проходишь со своей мамой кто-то из вас должен стать осозненной осознанное более осознанной я объясню как стать наблюдателем и увидеть вашу ситуацию со стороны понять как это глупо добавить доброты понимание и принять ситуацию простить друг друга и вытащить из сердца этот ком благодарю благодарю вас седьмой вопрос как мне видеть и слышать ваши подсказки когда вы меня направляете и как их понять нужно слушать свою интуицию но для начала ее нужно развивать шаг за шагом без комков разочарований и обид внутри себя это тормозит твое развитие и гармонию души проработки 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 должны пройти проработки прошлых обид которые остались твоем сердце и мешают жить как их проработать я уже сказал стать наблюдателем и дать адекватную оценку объективную не субъективную этим ты тормозишь свою интуицию а значит не можешь видеть знаки которые я посылаю что так тебе приходит в понимании но это не то не полная картина того что я пытаюсь показать тебе нужно проработать много эмоциональных вопросов внутри себя только с гармонией ты можешь продвигаться только с гармонией ты можешь развивать свою интуицию а интуиция это огромный потенциал и энергетический комфорт я бы сказал потому что именно интуиция дает тебе определенное видение и знания к развитию осознанности души благодарю благодарю вас восьмой вопрос земля я прекрасное место но мне очень тяжело душевно находиться здесь я как будто не там где должна быть в чем причина в комке эмоций и обид которые находятся внутри себя все твои предыдущие вопросы были именно отвечены одним и тем же ответом это гармония изменение реакции позитив принятия маленьких деталей и радость от каждого дня с утра до вечера приятный настрой на ночь планы на улыбки и радость от происходящего начиная с утренних процедур умывания завтрака и так далее постарайся остановиться в моменте прочувствовать его и жить только моментом действий наслаждайся утром после просыпания дай себе минуту улыбнуться и почувствовать этот день скажи ему здравствуй и сделай элементарные вещи умываясь водой чувствую как вода впитывает в тебя омолаживая и очищая твое тело дальше насладись своим завтраком чтобы это не было прочувствую его побудь именно в этой моменте в эту минуту я разжевываю и раскладываю по полочкам поэтому не судите строго все вопросы заданные выше ведут к одному и тому же проработка внутренних заблокированных центров скопленные обиды и разочарования все это лежит на весах на другой стороне весов гармония счастье позитив радость и любовь вычести все эти обиды и ты посмотришь какая жизнь на земле может быть приятно благодарю благодарю я вас уважаемый солвич девятый вопрос когда я думаю о моем истинном доме у меня в душе возникает большая радость расскажите пожалуйста где он и какой он благодарю за вопрос я уже думал что он не последует понимаю стоило бы начать с него тогда было бы намного понятней все твои травмы и ошибки ты с планеты уран и нам немного трудно в энергиях земли получать свой опыт для этого нам нужна гармония внутри понимание своих энергий и балансировка нашего стержня благодарю благодарю вас уважаемый солвич на этом месте мы приветствуем представителя урана в нашей комнате диагностики очень рады вашему визиту благодарю за это приветствие и я рад находиться здесь замечательно и у нас остался последний десятый вопрос у меня не складывается личные отношения не могу создать крепкую семью прошу вас дать мне несколько советов крепкая семья состоит из терпения любви и понимания чтобы создать крепкую семью нужно понимать и любить себя в первую очередь гармонизируй пожалуйста свое отношение к себе только тогда ты сможешь создать крепкую семью а не бросаться в обиды ты сможешь терпеть и понимать принимать и объяснять разные ситуации семья это не только ожидание чего-то но и работа над собой и работа вместе как только ты проработаешь в себе проработаешь в себе свою черствость и обиды научишься гармонизировать свои энергии поймешь какой гибкий может быть энергия урана научишься работать с ней понимание семьи целостности семьи придет в большей степени и ты сама научишься выбирать правильного партнера и притягивать его своими энергиями гармонии благодарю благодарю я вас уважаемый солдич остались заключительные слова я с большой благодарностью большой любовью благодарю своих кураторов и наставников и прошу вашей поддержки и вашей помощи в этом земном воплощении благодарю безгранично я благодарю вас но без твоей помощи мы не сможем помочь тебе твоя интуиция не настолько развита чтобы услышать меня поэтому должна произойти проработка и путь к развитию благодарю уважаемый куратор солович остался маленький нюанс который уже на уране отлично знает у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики каждому куратору каждому учителю который к нам приходит сюда мы всегда делаем один определенный подарок верочка в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными спелыми и сочными ягодами которые есть на земле один два три мы спрашиваем разрешение куратора солдича передать ему этот скромный подарок знак благодарности за эту прекрасную встречу за его помощь своей подопечной и просто на добрые воспоминания какой прекрасный подарок а также великолепный пример маленьких деталей насыщенных разными цветами и живой энергией я получаю радость от этого хотя и не выплескивая ее но мой внутренний стержень он меняет цвет с темного на более яркий изумрудный мне приятен этот подарок я благодарю вас я благодарю вас со своей стороны с нашей стороны передавайте пожалуйста привет от нас с верой урану мы рады всем кураторам которые достучаться до своих подопечных мы готовы убрать все что им мешает и открыть эти двери в которые они дальше должны будут уже пойти сами примите мою благодарность принимаем вашу благодарность за этот визит в вашу комнату и встречу с моей подопечной мне жаль что было задано мало вопросов про внутренние энергии это показывает что человек не готов пропустить через себя эту гармонию и ему нужно сделать еще другие шаги по внутренней разблокировке себя как я уже сказал на этом этапе мы можем работать в две стороны а не только с моей стороны развивая свою интуицию ты более гармонично и целенаправленно будешь видеть и слышать мои знаки благодарю вас еще раз за эту встречу и я остаюсь на связи благодарим и вас и до скорых встреч и рассинхронизируйся Верочка готова хорошо Марина мы закончили встречу с вашим куратором он ответил на все ваши вопросы вы все поняли? да я очень многое поняла я буду его еще раз переслушивать и у меня возникло уже много других вопросов благодарю вас за эту встречу во благо будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа для того чтобы все эти энергии сейчас перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Марины в ее систему биоробот душа заводим подключаем ее к каждому органу каждой клеточке каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическими биороботами и энергетическими тонкими телами готово и отключайся от объекта и поднимайся в комнате диагностики пошел подъем